Сегодня городские депутаты покинули рабочие кабинеты и отправились оценить качество дорожных работ, проводимых в городе. В рамках объезда несколько точек. Это те участки муниципальных трасс, которые давно нуждались в ремонте. Например, это дорога на улице Заречная. Здесь запланирована масштабная реконструкция. Первая часть работы уже выполнена. Площадью 9 тысяч квадратов, протяженностью 1,2 километра, которые, собственно, как мы видим, уже выполнены на данный момент. Заменено асфальтное покрытие. К тому же автомобилистов, выезжающих с Заречной на Пролетарский проспект, порадует расширение проезжей части. Дополнительная полоса в сторону поворота на Фрязино позволит сократить дорожные заторы и оптимизировать схему движения. Также продолжится асфальтирование дороги. Всего замене подлежит около 3 километров покрытия. Первая часть заканчивается до Золотого завода. Вторая часть будет у нас до нового моста строящего. С моста, который будет через реку Клязьма, переходить с улицы Фабричной на улицу Заречная. И третий этап от Золотого завода до фабрики Премьер. Следующей точкой в маршруте городских депутатов стала улица Комсомольская. Здесь внимание народных избранников привлек участок возле торгового центра Пассаж. Неоднократно поступали жалобы от местных жителей, ведь буквально под окнами жилых домов образовалась стихийная стоянка такси. Кроме того, именно здесь базируется общественный транспорт, мешая безопасному проезду автомобилей. Мы планируем как-то ограничить доступ их туда, чтобы жители могли жить спокойно и спать в ночное время. А какие меры? Меры баркерный камень, ограничивающие знаки. Там отстое автобуса стоит. Мы планируем перенести его туда, к котельне по улице Комсомольской. Здесь большая котельня, там сейчас освободилось пространство, чтобы они ставили там. Посетила делегация и улицу Комарова. Проверили, как продвигается проект реконструкции, предусматривающий замену дорожного полотна, бордюрного камня и тротуаров. А вот эту дорогу давно ждали жители деревни Хомутово. Правда, в результате получили не совсем то, что хотели. Жильцы пожаловались на слишком узкую проезжую часть, отсутствие искусственных дорожных неровностей. Дорожники пообещали, работа еще продолжится. Здесь принято решение об установке знаков одностороннего движения. На следующей неделе мы заказали еще знаки ЭДН, вам установят ограничители скорости в виде неровностей дорожных. Таким образом, на каких-то опасных участках, детская площадка где, будет принудительное снижение скоростного режима. Все дорожные работы планируют завершить ближе к празднованию Дня Щелковского района. Ежегодные преобразования транспортной сети – это результат совместной работы и эффективной политики местных и региональных властей. Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. Область много делает, на самом деле. У нас на территории является более 26 километров дорог областного значения, которые принадлежат ими. 108,6 километров местного значения – это на территории города, это наши муниципальные дороги. Область в своей части выполняет свои обязательства. Мое мнение личное – поддержать Андрея Юрьевича в этом, потому что те программы, которые он начал, они сегодня работают.